ДИСНАТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смоленская таможня ужесточает контроль над ввозом в Россию европейских товаров из санкционного списка. Новая тактика предусматривает активизацию мобильных групп, в состав которых, помимо таможенников, входят сотрудники погрануправления ФСБ. Практика показала, что именно такие группы максимально эффективны в плане выявления грузовиков, на которых из Белоруссии в Россию окольными путями возятся фрукты и овощи без товаросопроводительных документов. Стали известны имена первых 12 членов Общественной палаты Смоленской области 5-го созыва. Среди них от Десногорска начальник отдела кадров Смоленской АЭС Владимир Исаев. Еще 12 членов Общественной палаты нового состава выдвинуты общественными организациями области. Лучшие выпускники Десногорского энергетического колледжа получили дипломы в Смоленске. Подробнее в нашем сюжете. 24 июня в зале культурно-выставочного центра имени Тенишевых города Смоленска состоялся областной бал выпускников профессиональных образовательных организаций Смоленской области. В торжественной обстановке прошло награждение и чествование лучших студентов за особые успехи. Выпускников поздравили начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Людмила Иваниченко, заместитель начальника Департамента Анна Андреева, руководитель научно-промышленного союза Смоленской области Анатолий Попов и другие почетные гости бала. Десногорский энергетический колледж представляли 4 выпускника. Илье Лавриновичу вручили красный диплом. Максим Анисимов был награжден дипломом и сертификатом за победу в областной олимпиаде профессионального мастерства по электромонтажным работам. Игорь Крушинин вместе с дипломом получил сертификат за второе место в региональной олимпиаде профессионального мастерства по сварочным работам. Кристина Марченкова награждена дипломом и сертификатом за третье место в региональной олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся по специальности технология продукции общественного питания. Сегодня замечательный лозунг. Россия начинается с тебя. И я думаю, ребята, что вы его полностью оправдаете. Впереди за вами наше будущее. У таких выпускников на производстве большое будущее. В Смоленск не доехали белорусские куры. Груз весом около 4 тонн сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным Белорусской госветслужбой. На контроле инспекторы Россельхознадзора установили, что на части продукции нарушена целостность упаковки, а маркировочная этикетка нанесена таким образом, что при вскрытии не нарушается ее целостность. Было принято решение вернуть груз отправителю. На официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области действует рубрика «Задать вопрос начальнику Главного управления». Заявления и обращения граждан после их обязательной регистрации рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления. С 1 июля посетить Смоленское поозерье можно будет только по билетам. Размер платы, взимаемой за посещение физическими лицами территории национального парка, установлен в размере 60 рублей единовременно. Приобрести входной билет можно будет предварительно в местах выдачи разрешений. О зарегистрированных на минувшей неделе преступлениях и происшествиях расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 129 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями и 1 дорожно-транспортное происшествие с телесными повреждениями. Выявлено 114 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 91, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 22 человека. Девушки отдыхают. 25 июня в Десногорском водохранилище в районе села Богданово Рославского района было обнаружено тело подростка 1999 года рождения. Специалисты пожарно-спасательного центра извлекли тело утонувшего и передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий. За пять месяцев этого года сотрудниками ГИБДД Смоленской области выявлено 15 тысяч административных правонарушений, допущенных гражданами Республики Беларусь. Такого результата удалось добиться благодаря внедренной в 2015 году системе РИФ. Она выявляла нарушителей на Смоленском участке трассы Москва-Минск. 25 июня на Центральной площади Десногорска прошла акция «Я молодой». Наша съемочная группа побывала на этом празднике. В субботнем вечером на Центральную площадь привлеченные громкой музыкой стали собираться десногорцы. И несмотря на то, что народу в это время было совсем немного, те, кто пришли, весело проводили время. Волонтеры для них организовали эстафеты и конкурсы. Солнечная погода располагала к активности и к стремлению победить веселого соперника. Все участники были отмечены маленькими сувенирами и подарками. В рамках этого мероприятия прошла акция «Скажи здоровью да». 30 участников на велосипедах совершили пробег по улицам нашего города, призывая всех десногорцев отказаться от вредных привычек и стремиться к здоровому образу жизни. Дальше вечером эстафету подхватили музыканты. На сцене выступали рэп-исполнители, рок-группы, диджеи из Десногорска, Тулы и Калуги. Организаторами праздника выступили администрация города, Смоленская атомная станция и профсоюзный комитет САЭС. Только за последнюю неделю 75 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей, в том числе 31 ребенок. А всего с начала года зарегистрировано 572 пострадавших. В заключении о спорте. В Смоленске прошла дружеская матчевая встреча по вольной борьбе между сборными России и Америки. Итог встречи 5-4 в пользу россиян. Команде-победительницы вручили кубки и медали, а сборной гостей медали и памятные призы. Смоленские студенты-спасатели заняли первое место в Центральном федеральном округе. За победу боролись 19 команд спасателей и 9 команд студенческих спасательных отрядов. Всего около 350 человек. На втором месте команда Липецкой области. На третьем – Тамбовчане. Сегодня во второй половине дня на мосту через реку Хомутовка произошла авария. Столкнулись автомобили «КамАЗ» и фура «ДАВ» с белорусскими номерами. Обе груженные. Водитель фуры с телесными повреждениями доставлен в районную больницу города Рославль. По предварительной версии, виноват водитель «КамАЗа» – у машины отказали тормоза. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-ТВ.РУ». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok